Техническое описание кода неисправности OBD2, потеряна связь с модулем управления свечами накаливания, GPSM, что это обозначает? Это общий диагностический код неисправности системы связи, который применяется к большинству марок и моделей автомобилей, включая, помимо прочего, Dodge, Ram, Chevrolet, Ford, GMS и VW. Этот код означает, что модуль управления свечами накаливания, GPSM и другие модули управления на автомобиле не обмениваются данными друг с другом, схема, наиболее часто используемая для связи, известна как связь по шине сети контроллера или, проще говоря, по шине SIN, без этой шины SIN модули управления не могут обмениваться информацией, и ваш диагностический прибор может не иметь возможности получать информацию от автомобиля, в зависимости от того, какая цепь подвержена влиянию, Без этой коммуникационной цепи GPSM не может получать информацию от компьютера двигателя, модуля управления силовой трансмиссией, ESM, PSM, о том, как и когда эксплуатировать свечи накаливания, без этой информации GPSM не управляет свечами накаливания, действия по устранению неполадок могут различаться в зависимости от производителя, типа системы связи, количество проводов и цветов проводов в системе связи, симптомы, симптомы кода двигателя U0106 могут включать, Световой индикатор неисправности MIL включен, дольше, чем обычно, время запуска двигателя при холодном двигателе, возможно детонация, предварительное зажигание, искровой удар, если свечи накаливания работают, когда они не нужны, причины, как правило, причины для установки этого кода, обрыв в шине SIN плюс цепь, разомкнут в шине SIN цепь, Короткое замыкание на источник питания в любой цепи шины SIN, короткое замыкание на массу в цепи шины SIN, редко, неисправный модуль управления, диагностические и ремонтные процедуры, хорошей отправной точкой всегда является проверка бюллетеней технического обслуживания, TSB, для вашего конкретного автомобиля, Ваша проблема может быть известной проблемой с известным исправлением, выпущенным производителем и может сэкономить ваше время и деньги во время диагностики, во-первых, обратите внимание, есть ли другие диагностические коды неисправностей, если какой-либо из них связан с коммуникацией шины или аккумулятором, зажиганием, Сначала диагностируйте их, известно, что ошибочный диагноз возникает, если вы диагностируете код U0106 до того, как какой-либо из базовых кодов был тщательно диагностирован и отклонен, если ваш диагностический прибор может получить доступ к кодам неисправностей, а из других модулей вы получаете только U0106, попробуйте установить связь с модулем GPSM, Если вы можете получить доступ к кодам из модуля GPSM, то код U0106 является либо прерывистым, либо кодом памяти. Если не удается установить связь с модулем GPSM, тогда активен код U0106, который устанавливают другие модули, и проблема существует наиболее распространенная неисправность, это потеря питания или заземления, проверьте все предохранители, которые включают модуль GPSM на этом автомобиле, проверьте все основания для модуля GPSM, Найдите точки заземления на автомобиле и убедитесь, что эти соединения чистые и герметичные, если вам нужно, снимите их, возьмите маленькую щетиную щетку и раствор пищевой соды, воды и почистите каждый, как разъем, так и место, где он соединяется, если был произведен какой-либо ремонт. Удалите диагностические коды неисправности из всех модулей, которые устанавливают код в памяти, и проверьте, возвращается ли код U0106 или если вы можете связаться с модулем GPSM. Если код не возвращается или восстанавливается связь с модулем GPSM, то, скорее всего, проблема связана с предохранителями, соединениями, если код возвращается, найдите коммуникационные соединения по шине SIN на вашем конкретном транспортном средстве. Наиболее важно разъем модуля GPSM, отсоедините отрицательный кабель аккумулятора перед отсоединением разъема в модуле GPSM, после обнаружения визуально осмотрите разъемы и проводку, ищите царапины, протирку, оголенные провода, ожоги или расплавленный пластик. Разъедините разъемы и тщательно осмотрите клеммы, металлические детали, внутри разъемов, посмотрите, выглядят ли они сгоревшими или имеют зеленый оттенок, указывающий на коррозию, используйте очиститель электрических контактов и пластиковую щетиную щетку, если требуется очистка клемм, дайте высохнуть и нанесите диэлектрическую силиконовую смазку в местах контакта клемм. Перед подключением разъемов обратно к модулю GPSM выполните эти несколько проверок напряжения, вам нужно будет иметь доступ к цифровому вольтметру, DVO-M, убедитесь, что у вас есть питание и заземление в модуле GPSM, получите доступ к электрической схеме и определите, где основные модули и заземление входят в модуль GPSM, перед продолжением подсоедините батарею, при этом модуль GPSM все еще отсоединен. Подсоедините красный провод вашего вольтметра к каждому источнику питания B+, напряжение аккумулятора, поступающему в разъем модуля GPSM, и к черному проводу вольтметра с хорошим заземлением, если не уверен, отрицательный заряд батареи всегда работает, вы должны увидеть показания напряжения батареи, убедитесь, что у вас есть хорошие основания. Подсоедините красный провод вашего вольтметра к положительному полюсу аккумулятора B+, а черный провод к каждой цепи заземления, еще раз вы должны увидеть напряжение батареи при каждом подключении, если нет, устраните проблему с цепью питания или заземления, затем проверьте две цепи связи. Найдите SINC+, или HS-SIN+, цепь и SINC, или HS-SIN-цепь, подключив черный провод вашего вольтметра к надежному заземлению. Подключите красный провод к SINC+, при включенном ключе и выключенном двигателе вы должны увидеть около 2,6 вольта и слегка колебаться, затем подключите красный провод вольтметра к цепи SINC+, вы должны увидеть примерно 2,4 вольт и слегка колебаться. Если производитель вашего автомобиля не использует шину SINC для связи между PSM и GPSM, вам необходимо определить соответствующее напряжение для этой цепи связи, если все тесты пройдены и связь по-прежнему невозможна, или вы не смогли очистить код ошибки U0106. Единственное, что можно сделать, это обратиться за помощью к квалифицированному специалисту по автомобильной диагностике, поскольку это указывает на неисправный модуль GPSM, для правильной установки некоторые модули GPSM могут быть запрограммированы или откалиброваны для автомобиля.